Грустно? Очень грустно. Знаете, у нас такой язык мерзкий, корни его в преисподние. И, к сожалению, когда человек злится, он иногда несет всякую ерунду. Ну, неприятно, конечно, такое слышать. Плохо, когда мужчина выгоняет женщину. Глупец. Легко найду замену. Не знаю. Как поступать? Не знаю, как поступать. Много мужчин так поступают. Так кричат. Но с годами успокаиваются. Больше так не делают. У меня были случаи. Провожу консультации. И вот у одной девчонки тоже муж постоянно говорит. Все, иду на развод. Все, подам на развод. Подам на развод. И, знаете, здесь такой момент. Если тебя это цепляет, и если ты начинаешь этого бояться, он продолжает этим манипулировать. А потом, вот то, что исповедуешь, то и происходит. А потом, вполне возможно, что это и произойдет. Надо однажды понять, боюсь я этого или нет. Показать человеку, что тебя это не цепляет. Что все, эта манипуляция не работает. Отменить эту манипуляцию. Эта манипуляция будет работать до тех пор, пока это работает. Вот и все. Пока женщина боится, что ее бросят, он будет этим манипулировать. Я рекомендую этой женщине начать жить. Жить. Жить независимо от того, что происходит сейчас. Когда женщина теряет себя по жизни, когда она зациклена на мужа, на доме, цепляется за какие-то такие зыбкие вещи, то человек понимает, что может с легкостью ею управлять. Может ею манипулировать. Ну и вот происходят жизненные катастрофы. Сложно мне отвечать на такие вопросы, потому что я не слышу, почему он вам это орет. Может быть, до этого вы ему что-то орали. Как очень часто женщина приходит и говорит, мой муж меня бьет. Я говорю, ну что, прям с порога зашел и бьет? Ну нет. А оказывается, она делает все для того, чтобы он ее избил. Так и тут. Может быть, вы делаете все для того, чтобы он вам это говорил. Может быть, все-таки пора это, обуздать свой рот. Не знаю. Сложно. Тут очень много ответов на этот вопрос. Я считаю, что семейные вопросы здесь всегда виноваты двое. Надо садить двоих и смотреть. Там все сразу видно. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok